Девушки отдыхают По этой программе БИОН были лабораторные крысы Эксперименты на орбите Что происходит с человеком в космосе? Идет ресурсия кости Уменьшение мышечной массы Идет перераспределение крови С самого начала своего существования Люди использовали животных Еда, одежда, охрана, работа Животные много раз спасали жизнь Не только одному человеку Но и человечеству Именно братьям меньшим Делегировалось право быть первыми В делах неизведанных и опасных Первым человеком, доверившим животному Свою судьбу, стал Ной Именно он после потопа Выпускал в небеса голубя за голубем Пока последняя птица Не принесла ему лист маслины И только тогда спасенное человечество Ступило на твердую землю Первые жертвы во имя будущего Что стало с теми птицами? Где упали они, обессилев от бесконечного полета? Мы не знаем История не знает Но зато та же история сохранила нам имена первопроходцев Которые, как и голуби Ноя, взмывали в небеса Во имя будущего спасения жизни людей Луна Первыми облететь спутник Земли доверили черепахам Вместе с ними 15 сентября 1968 года К Луне отправились мухи дрозофилы, растения и семена 21 сентября 1968 года Спускаемый аппарат приводнился в акватории Индийского океана Космос никак не повлиял на координацию и аппетит земноводных После возвращения на Землю Черепахи также хорошо двигались и с аппетитом ели Исследование крови не выявило Каких-либо существенных отклонений у этих животных Однако с лунной программой Советскому Союзу катастрофически не везло 14 января 1966 года Умер генеральный конструктор лунного проекта Сергей Королев Затем произошло несколько катастроф При запусках ракеты-носителя Н-1 С лунным модулем на борту В итоге советская суперракета в космос так и не поднялась В декабре 1968 года США объявили о первом пилотируемом облете Луны А 21 июля 1969 года Об удачной высадке человека на спутник Земли Проект освоения Луны в СССР был закрыт А советская космическая программа переориентирована на создание долговременных орбитальных станций 19 июня 1970 года Советские газеты сообщили о мировом рекорде пребывания человека в космическом пространстве Космонавты Николаев и Севастьянов провели на орбите 17 суток И благополучно возвратились на Землю Это была лишь часть правды За рамками сообщений информационных агентств осталось состояние космонавтов Они сильно похудели У них было расстройство вестибулярного аппарата Первые два дня они с трудом дышали Неделю не могли самостоятельно ходить Андреян Николаев в течение года перенес два инфаркта Новые сложности повлекли новые исследования Необходимо было искать решение проблемы безопасного пребывания человека в космосе Новая программа была названа «Бион» Для ее выполнения была создана целая серия космических кораблей И снова первопроходцами стали животные От одноклеточных до обезьян Первоначально у нас с основными объектами исследований по этой программе «Бион» Были лабораторные крысы Основная задача была какая? Это ответить на вопросы о том Приводит ли деятельное пребывание в космосе к развитию патологических изменений Как организм после полета быстро или долго восстанавливается И так далее И вот эту задачу мы успешно решали на крысах Крысы, в отличие от человека, живут где-то примерно 2-2,5 года То есть для них как бы пребывание в течение трех ненели Это все равно что пребывание человека в течение нескольких лет в космосе С 1973 по 1983 год на орбите побывали крысы, мыши, пресмыкающиеся черепахи, множество насекомых и растений Именно тогда были совершены открытия, которые обязательно пригодятся человечеству во время путешествия к другим планетам Например, были использованы системы, создающие в космосе искусственную силу тяжести при помощи центрифугия Но наиболее интересный этап программы БИОН начался в 1983 году Тогда в СССР началась подготовка по программе БУРАН Это был советский ответ на американские многоразовые космические корабли Space Shuttle Советский Союз стремился создать свой многоразовый космический корабль Который мог бы устанавливать и забирать спутники в космосе Пока конструкторы работали над техникой, медики решали задачу Как облегчить жизнь космонавта на орбите Человек, который на этом корабле взлетит, поднимется на орбиту Он должен сразу начинать активно работать Управлять кораблем, маневрировать, обеспечивать корабль и так далее Если в длительном полете человеку, который оказался впервые в невесомости Еще можно дать какое-то время на адаптацию к невесомости Не очень напрягает этого человека Особенно если это не командир корабля, а ученый, исследователь Можно дать ему какое-то время на адаптацию День, два, может быть даже и три А когда полет кратковременный, надо сразу работать И вот тут возникли вопросы Мыши и собаки для таких экспериментов не годились Требовалось животное, чья нервная система максимально приближена к человеческой В далеких уже 40-х годах от использования обезьян отказались Но теперь альтернативы им не было В питомниках Сухуми и Адлера начался отбор космонавтов Каждому полету отбирали по 25 животных В течение года из них выделяли шестерых самых талантливых В отличие от первых запусков собак, время не подгоняло Срок подготовки космонавта к полету составлял два года На территории Института медико-биологических проблем была организована настоящая школа Ученые шутили, что именно здесь обезьяну превращали в человека К выпускному мартышке умели даже работать на компьютере и уверенно пользовались джойстиком Первоначально обезьяны садились перед экраном компьютера Перед обезьянкой была такая панель управления Был джойстик, были кнопки разные И обезьяну тренировали В ответ на предъявление каких-то стимулов, которые на экране появлялись Однажды было с помощью джойстика Попасть в эту мишень То есть там была цель двигающаяся, нужно ее было туда завести В одно место, вот, мишень, она меняла свое положение И обезьяна вот работала для того, чтобы совместить одно изображение с другим изображением И если у нее получалось все это успешно, она получала в качестве вознаграждения сок Как, ну, поощрение за успешно выполненную работу Подготовка обезьян к полету в космос почти не отличалась от подготовки людей Шестеро животных – это основной дублирующий и запасной экипаж Седьмая обезьяна контрольная Она остается на Земле, чтобы ученые могли сравнивать показания приборов Для космонавтов изготовили специальные полетные комбинезоны На растягивающихся лямках Которые прикреплялись к креслам Размещение обезьяны в космическом корабле – непростая задача С одной стороны, она должна обладать достаточной свободой движения для выполнения своей работы С другой – не иметь возможности повредить многочисленные провода и датчики на теле К началу 90-х наука совершила настоящий прорыв в области изучения мозга Ученые точно знали, какие нейроны отвечают за работу вестибулярного аппарата Двигательную активность, реакцию и еще массу других действий Были разработаны датчики, которые вживлялись в мозг Примерно за три месяца до старта обезьянам пришлось пережить несколько операций Имена обезьянкам традиционно давали советские школьники Перед каждым полетом объявлялся конкурс Имя каждого последующего космонавта должно было начинаться на следующую букву алфавита В 83-м в космос отправились Абрек и Бион В 85-м – Верный и Гордый Далее космическую вахту принимали Дрема, Ероша, Жаконя, Забияка, Крош и Иваша Кто из шестерых обезьянок, какие получат имена, не было известно до последнего момента В монтажно-испытательный комплекс на космодром Плесецк доставляли и основной экипаж, и дублеров, и запасных И только за сутки до взлета, уже после того, как макаки оказывались внутри космического корабля И начиналась проверка всех систем жизнеобеспечения Им на головы надевали специальные шапочки с именами Старт последнего советского Биона состоялся 24 декабря 1996 года Его пассажиры – тритоны, улитки, мухи-дрозофилы, бактерии и две макаки-резуса – лапик и мультик Именно эти обезьянки должны были ответить ученым на вопрос Как в космосе изменяется высшая нервная деятельность Вот она видит зрительную цель, она рукой должна сделать правильные какие-то движения Вот по нажатию тех или иных кнопок Это была одна задача А еще была другая задача Это она была целевая, целевое направление ее Это оценка мышечной системы, так? И системы двигательного регулирования То есть как нервная система, голова вообще регулирует двигательную систему в невесомости Для этого была ножная педаль, размещена в капсуле И обезьяна тренировалась опять-таки в ответ на определенные вот световые стимулы Нажимать на педаль Разные были задачи Просто нажимать Эта задача была довольно простой Обезьяны, как правило, успешно решали Вторая задача Она должна была Там несколько раз нажать И потом держать нажатой эту педаль Держать ее в нажатом положении Вот эта задача в полете Обезьяна решала плохо На Земле она ее решала нормально А вот в полете были нарушения За каждую правильно выполненную задачу Обезьянки получали награду Вкусный сок шиповника И специального раздающего устройства Лапик и Мультик успешно отработали на земной орбите две недели И приземлили с 7 января 1997 года Но на следующий день Мультик умер Произошла трагическая случайность Во время взятия биопсии Мартышка не перенесла наркоз Лапик же после обследования Вернулся в Адлер Где прожил долгую и спокойную жизнь В Виваре Института медицинской приматологии Что же касается людей То мартышки помогли им узнать очень много Идет рисорция кости Уменьшение мышечной массы Идет перераспределение крови И все это приводит к существенным изменениям Которые потом очень плохо сказываются Если человек возвращается, как было с Севастем Чтобы с этим бороться Был разработан целый ряд средств Который называется методом профилактики Инкубатор на орбите Кого выращивали советские космонавты? Вот вы видите, какой маленький птенчик Этому птенчику сейчас два дня А он сейчас весит где-то грамм шеи Космический аквариум Зачем рыбам невесомость? Плавают точно так же Неважно, вверх, вниз, брюхом Плавают, подплывают кормушки Прекрасно едят Все великолепно В 21 веке длительные космические полеты На орбитальных станциях Перестали быть проблемой для человека Сегодня ученые задумываются О путешествиях к другим планетам Одна из проблем Чем будут питаться космонавты по дороге? И потому еще в 90-м году Был проведен уникальный эксперимент На орбитальный комплекс МИР было отправлено 48 перепелиных яиц Помещенных в разработанный в Чехословакии инкубатор Который исправно выполнял все функции курицы-несушки Поддерживал постоянную температуру, влажность и вентиляцию А воздушный поток поворачивал яйца Такое же количество яиц в таком же инкубаторе оставили в институте Впервые в истории ученые смогли сравнить процесс развития живого существа в космосе И на земле Мы были подготовлены на земле И смотрели, и изучали их на земле Но я скажу, что, конечно, мы не были готовы Что это повлияет эмоционально так сильно Мы к этому не были готовы Это уже импровизация, это уже стихийно Вечер, уже практически мы собирались ложиться спать Около 11 вечера Ну, обычно, ну, такая практика Вот я, как командир экипажа, я пролетал всю станцию, все модули Перед тем, как лечь спать, осматривал все И, пролетая около инкубатора, услышал писк Станция уже вышла из зоны связи с Центром управления полетом Но на новом витке вокруг Земли Соловьев экстренно вышел на связь и доложил В космосе появилось на свет первое живое существо Поразительно, но именно в то же время Первый птенец вылупился в контрольной группе на Земле Это была сенсация Оказалось, что невесомость не влияет на развитие эмбриона Вот вы видите, какой маленький птенчик Этому птенчику сейчас вот два дня А, значит, он сейчас весит где-то грамм шесть А вывелся на борту птенец, которым было четыре грамма Ученые не случайно выбрали для эксперимента именно японского перепела Птенцы, покинув скорлупу, с первых минут жизни могут самостоятельно ходить и питаться Маленькие птички в несколько раз лучше кур усваивают корм и никогда не болеют Температура их тела 42 градуса А вирус сальмонеллы погибает уже при 38 Кроме того, уже на 35-й, 40-й день перепела начинают нестись То есть могут давать космонавтам вкусную и очень полезную пищу Перепелиное яйцо – это одно из классов всяких питательных веществ И самое основное в нем есть лизоцин Очень такой дорогой белок в белке лизоцин, который предотвращает различные Его используют даже для заживления ран Поэтому вот мы надеялись, что вот из такого птенчика вырастет громадная птенец или даже курица Больше ученых за новорожденных птенцов переживали космонавты Соловьев и Баландин Той ночью график работы на орбите был явно нарушен Перепелята появлялись один за другим По инструкции птенцов надо было поместить в специальное устройство В котором потоки направленного воздуха должны были прижимать птицу к полу клетки Это помогло бы птенцам в невесомости понимать, где верх, а где низ Но перехитрить космос ученым не удалось В отсеке для животных птенчики постоянно вращались и бились о стенки Мы проконсультировались с землей, со специалистами МБП И вернули в тот небольшой объем, где находились и яйца В принципе это нормально, температура там хорошая, тепленько было Вот этот поток воздуха, который совершенно ни к чему сейчас Тоже там отсутствовал, просто циркуляция была какая-то, не больше того Поэтому эмоции было, конечно, запредельно Но тем не менее мы еще несколько часов, часа два как минимум Два с половиной потратили на то, чтобы обустроить, чтобы они там не вращались В ночь, когда на борту орбитальной станции «Мир» вывелись птенцы Требовалось провести сразу несколько экспериментов Каждого из новорожденных Анатолию Соловьеву надо было подержать в руках Проверить работу органов чувств, зрения, осязания, слух Слабенькая, маленькая, тепленькая, пушистая Вот по пушистости они были разные Один более пушистый, яркий, красивый Это не перья даже еще, а именно такой пушок, как у любого маленького существа Щенок, у него же нет шерсти, да, только подшерсток, который согревает Здесь тоже такой пушок у птенчика И поэтому тепло его, конечно, руками ощущаешь Для человека, находящегося в замкнутом пространстве на высоте в 400 километров от Земли Любое живое существо становится родным Однако радость от рождения первых космических детей омрачала предположение, что они погибнут И на Земле, и в космосе с первых минут жизни птенцы должны есть и пить Они вообще очень много пьют Они пьют в три раза больше, чем едят А почему? Потому что у них температура тела достаточно высокая, 42-43 градуса И поэтому нами были разработаны корма, пастообразные Которые выдавливались из тюбика, как обычный крем Только это, конечно, был продукт для них Мы испытывали сначала на Земле, они прекрасно его ели Были разработаны специальные кормушки, из которых птенцам было удобно получать пищу Но космос устанавливает свои собственные правила В невесомости цыплята даже не могли к ним приблизиться Поняв это, космонавты стали кормить птенцов из рук Я держу в руке птенца В другой руке у меня туба С такой кашей, очень жидкой кашей Вот я просто подносил клюву птенцу Но практически реально... Были какие-то очень маленькие ползанения Во всяком случае, когда я увидел Уже потом, вот забежим немного вперед Когда я увидел, как питаются взрослые птицы, да, это такие поедатели Сколько не дашь, все съедают Вот поэтому, вот, и возвращаясь к птенцам, стало понятно, что это будет сложно Такова физиология новорожденных птенцов Оказалось, что для того, чтобы научиться глотать пищу, им необходимо чувствовать силу земного притяжения Если на земле он вот опустил голову, он ест А там от того, что его постоянно заносила наверх, то есть голова И он как бы, чтобы проглотить этот кусочек, он делал такое, знаете, сильное глотательное движение Сделать такое движение в невесомости ни один из птенчиков так и не смог В итоге они все умерли от голода примерно на вторые сутки после рождения А вот взрослые перепелки вполне годятся в космонавты 1 августа 1990 года на борту корабля «Союз ТМ-10», облаченные в легкие скафандры И помещенные в специальных капсулах в сопровождении космонавтов Стрекалова и Монакова Перепелки благополучно прилетели на орбиту, где их принял Анатолий Соловьев На сей раз учли предыдущие ошибки Была сделана такая, типа жилеточки, жилетка, значит, для лапок, дырочка И вот под крылья, не на крылья, а под крылья, то вот эта жилетка ложилась под крылья И на резиночках, вот резиночка к этому, была прикреплена так, как сетка на полу была Вот она цеплялась за эту сеточку На земле птичьи полетные костюмы прошли все испытания Можно сказать, что они даже понравились перепелкам Но практика научила ученых с осторожностью относиться к результатам земных проверок Предстояло понять, как эта технология будет работать в невесомости Мы одели эти жилетки, пристегнули к полу А перед носом, перед клювом, вот она тебе, кормушка полной еды Там вопросов не было Они с треском просто, вот все улепетывали Абсолютно что не дашь Я поэтому и сразу доложил на землю Говорю, ребята, едят все подряд И вроде бы мало Хороший аппетит у птиц явный признак хорошего самочувствия К условиям существования в спецодежде на станции МИР Они приспособились без особых проблем Чего не скажешь о самих космонавтах У них аппетит уже на вторые сутки эксперимента был испорчен напрочь Запах был, запах довольно сильный Скажем, вот та система жизнеобеспечения птенцов или птиц Ну, она была недостаточно эффективной То есть вот те фильтры, которые должны были полностью, скажем, гасить все это Ну, наверное, это нужно еще как-то совершенствовать Они не справлялись Не справлялись, поэтому запахи, конечно, были И нужно было как-то вот дополнительно использовать уже самый обычный пылесос Который был у нас на борту для того, чтобы утилизировать Все эти отходы утилизировать А эти пылесосы тоже, они не приспособлены специально для того, чтобы утилизировать Вот, помет, да Другая серия экспериментов с перепелами Показала, что в космосе, несмотря на хороший аппетит, птицы теряют репродуктивную функцию За восемь дней было получено только одно яйцо Которое сформировалось еще на Земле Позже из него удалось вырастить здорового цыпленка Почему птицы отказываются нестись в невесомости, ученым еще предстоит выяснить Спустя восемь дней перепелки космонавты благополучно возвратились на Землю А еще через две недели продолжили давать потомство А вот путешествие перепелов на Марс оказалось под большим вопросом У перепелов будет та же самая проблема, что у человека, гипотономия И мы ему систему профилактики сделать не сможем Вот, да А у рыб это, пожалуйста, они плавают Вот как плавали, так и плавали И в самом деле плавают Плавают точно так же Неважно, вверх, вниз, брюхом Плавают, подплывают кормушки Прекрасно едят, все великолепно Но парадокс У них тоже идет атрофия мышечной ткани Хотя По сути своей не должна А она идет Вот И эти вот результаты, они вот буквально Только-только получены Окончательный ответ Возможно ли межпланетные перелеты Ученые собираются дать в 2021 году Следующий Бион Доставит на высоту в 1000 километров 70 подготовленных мышей Живые существа на таком расстоянии от Земли Окажутся впервые Уровень космической радиации там в 10 раз выше Животные в очередной раз станут первопроходцами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова